Некоторые вопросы, связанные с нормализацией уровня глюкозы в крови. Но с самого начала хочу сказать, что я не являюсь специалистом в области медицины, даже близко к медицине никакого отношения не имею, но та проблема, которая стоит с глюкозой в крови, она такая всеобъемлющая, что ли. Я приготовил небольшой график, чтобы показать, что будет у нас, что есть сейчас и что будет у нас в дальнейшем. Вот если мы следующую, как-то переключить, можно будет переключить, да? Ну, в мире следующий график я покажу сначала, да, посмотрите, что творится. Вот непрерывный рост заболеваний диабетом первого типа. Первый тип, очень сложный тип диабета, но по моей встрече в институте, как раз который занимается этой болезнью. И что будет в дальнейшем, вот в 2040 году, там уже цифры просто зашкаривают. И несмотря на те договора или те пожелания ООН и ЮНЕСКО в области медицины, в области вот как раз диабета, диабета, в общем, дело почти не движется. Хотя много примеров удачной реализации и помп, и других таких вещей, которые выполнены и с использованием математики, и с использованием просто здравого смысла, такие примеры есть. Вот одним из таких примеров, вот здесь вот я покажу, это такая помпа, которая в настоящее время работает, но, конечно, недостатков очень много в этой помпе. Значит, доклад у меня будет как бы из нескольких частей. Вот первая часть, вторая часть, вернее, посвящена будет той математике, которая использовалась для решения, ну, такого лабораторного решения, что ли, этой проблемы. А именно проблема нормализации уровня глюкозы в крови. Два подхода будет продемонстрировано, значит, по решению этой проблемы. И потом будут показаны уже такие мобилирования с использованием вычислительной техники, ну, в частности, Матлаба или Пайтона, для того, чтобы показать, насколько эффективно работает первый или второй метод. Но, вот я вот эту динамику показал, отрицательная динамика, в общем, плохо все обстоит дела. Ну, и теперь, какие модели? Моделей достаточно много. Моделей математических моделей, глюкоза в крови, довольно много. Но первая модель, наиболее часто используемая, она самая, кстати, самая условно старая, потому что она где-то с 59-го, с конца 50-х годов, в начало 60-х годов появилась. И очень часто в работах эта модель используется, эта модель Бермана. Мы будем использовать несколько другую модель. Хотелось бы модель использовать, с которой здесь в центре написано, в каворке. Но здесь есть проблемы с этой моделью. Пока мы с этой моделью, так сказать, не решили такую структурную задачу. Эта модель управляема, но не наблюдаема. Для того, чтобы обеспечить наблюдаемость системе, здесь нужно некоторые дополнительные уравнения придумать. Может быть, без помощи, может быть, врачей, а может быть, совместно с помощью врачей сделать эту систему и наблюдаемой. А вот модель, которая у нас будет использоваться в этом докладе, Кандериана, эта модель повторяет, в принципе, модель, структуру модель Бермана, но она более, более такая обширная, и более точно она предсказывает, что происходит в крови. И есть еще последнее уравнение, это уравнение алгебраическое, оно используется, когда исследуется пациент, когда он ест или что-нибудь принимает, пищу какую-то, и вот это последнее слагаемое используется в этом случае. Это будет все потом на примерах показано. Итак, вот мы будем применять такой подход, который не использовался до этого, ну, по крайней мере, в медицинских задачах, это метод дифференциальных игр, когда пациент, в общем-то, пациент представляется как бы неразумным, не особенно разумным пациентом, который ему говорят нельзя, он делает то, что нельзя, или обстановка такова внешняя, что накладывает на, отрицательно накладывается на этого пациента. Поэтому будет применяться метод дифференциальных игр. То есть, есть два игрока. Игрок, это мы его лечим, допустим, и второе, это та среда, которая ему не помогает вылечиться, или сам он плохо себя ведет, не слушается врачей и, в общем-то, вредит своему здоровью. Ну и методы, которые мы будем использовать, здесь методы синтеза систем управления с полной информацией, метод принцип максимума, даже принцип более широко смотреть, не принцип максимума Пантрягена, а принцип минимакса Пантрягена и уравнение Беллмана-Айзекса. Это вот математический аппарат, который будет положен в основу построения системы. Мы потом скажем, что она хороша или плоха система и недостатки этой системы, но аппарат математический, он вот такой, базируется на тем, что является основой теории управления. Ну вот рассмотрим сначала такой общий совсем подход, когда объект описывается с уравнением 2.1. Это такой вот нелинейный объект, но предполагается, что этот объект управляем. И если у нас имеется Y, то есть измерение, это наша приборная часть, приборная часть и размерность X, если размерность в общем случае Rn, что написано там у нас, то здесь размерность Y меньше размерности, конечно. Мы не все измеряем, но предполагаем, что вот пара F от X и C, которая входит в управление, она наблюдаема. Ну и пара F от X и G1 и пара F от X и G2, они в каком-то смысле отвечают принципу управляемости. Определение здесь массового можно привести таких эмпирических, что ли. Ну, в принципе, можно привести, довести до управляемости, определение управляемости по Калману, если представить, что мы рассматриваем в каждой точке X рассматриваются отдельно такие проблемы управляемости. И если F от X представляется в несколько другом виде, не в таком виде, как вектор F от X у нас записан, а в ином виде, который будет рассмотрен позже. Ну вот, считаем, что непрерывные функции у нас, вот эти функции F, G1, G2, такие, что мы обеспечиваются одной решением, которая исходит из начальных условий. Ну, есть предположение, что вот это предположение для задачи, когда мы рассматриваем задачу как задачу слежения, мы имеем желаемое поведение, а желаемое поведение – это уровень глюкозы в крови, там 80, 120, 130. Вот это желаемое поведение из любого состояния более 130, там 200 у нас, примеры, из 200, и ниже, там, из 20 или 30 значений, мы должны зайти в эту трубку. Поэтому вот это эпсилум, который здесь записан, это разница между действительным и желаемым поведением. Но при этом, естественно, наложено ограничение на управляющие воздействия. Но управление – это наша возможность лечить, то есть это может быть доза лекарства, это может быть какие-то манипуляции, которые мы можем сами делать. А вот W – это те среда, это то, что он такой непослушный пациент, ест и пьет, когда ему нужно и когда не нужно. Это все некоторые ограничения. Нам нужно доказать, что вот эти ограничения, которые есть у нас, E, U и E, W, они имеют некоторое соотношение. Мы должны быть сильнее, и это значит, мы должны доказать, что эпсилум U и эпсилум В связаны неравенством, то есть мы сильнее должны быть. Ну вот, для того, чтобы нам, здесь какие-то у нас некрасивости в формуле, но в принципе, значит, мы вводим квадратический функционал качества. Ну, объяснение этому довольно сложное, потому что выбор функционала качества это такое субъективное дело. Но в одном из подходов, которые мы здесь будем демонстрировать, когда вектор F от X представляется как матрица A от X на X от T, мы можем сказать, что структурное уравнение, которое полностью является эквивалентным исходному уравнению, структурно, оно линейное, структурно. И поэтому выбран квадратический функционал качества, потому что линейная система и квадратический функционал качества обеспечивают аналитическое решение задачи. Ну вот, значит, у нас предполагаем, что два игрока, у нас G U и G W, они находятся в антагонизме, и, значит, предполагаем, что у нас существует, это мы предположение некоторым образом доказываем, в теореме, которую я не привожу здесь, что существует оптимальное управление, и для управления нашего процессом, и для внешней среды. То есть, ставится задача, как бы, дифференциальная игра с нулевой точкой, когда выигрыши и проигрыши, они удовлетворяют и первого, и второго игрока. Это в одном случае мы рассмотрим, и в втором случае мы будем рассчитывать на самый худший случай, когда наиболее худший случай, вот это W, у нас принадлежит, которому, принадлежит нашему ограничению, самый неприятный, самый плохой случай. И если мы находимся внутри этого случая, то мы гарантируем, что мы выполним задачу успешно. То есть, это будет гарантирующее управление. Ну вот, очень легко строится Гамильтониан, это формула известная, и структурно известно, что оптимальное управление, без учета ограничений, когда ограничения не учитываются, это есть первые производные по управлению, то есть, необходимые условия должны выполняться. Но для нас выполняются и достаточные условия. Достаточные условия выполняются либо исходя из самой задачи, то есть, такие ограничения отсутствуют, или они такие, что мы находимся внутри этих ограничений, либо же мы знаем, что главный экстремум Гамильтониана находится вот здесь, или функционала находится здесь. То есть, знание местоположения минимума функционала, экстремума функционала, нам известно. Но тогда управление будет определяться формулами 2.6, лямбда от t. Это сложная функция, это дополнительная переменная, которая задается дифференциальным уравнением с правым концом. Но здесь мы ей пользоваться особенно не будем, поэтому скажем, что если лямбда от t мы будем определять, то уравнение нашей динамики будет определяться таким вот образом, где матрица p мы уже определили, что это за матрица вот такая вот-вот. Вообще эта матрица мы вот по этой структуре, которую 2.8 мы видим, если мы умножим на это вот есть управление, первое и второе управление, если мы будем считать, что мы должны быть сильнее, то матрица p от x должны быть по крайней мере не отрицательной, то есть она должна быть по крайней мере положительно полуопределенной. Это доказывается. Но если мы рассмотрим на интервале и не ограничим, то есть у нас интервал свободен по управлению, то есть мы от t0 до tf, а tf стремится к бесконечности, то функционал будет записываться в таком вот виде. Наш исходный функционал полностью соответствует вот этому функционалу 2.9. Это тоже доказывается теоремой, здесь это несложно, но если это так, то мы введем функцию Беллмана, здесь функцию Беллмана, но в принципе это функция Беллмана Айзекса. Если выполняются ограничения, которые у нас сверху там были наложены, то вот эта функция должна удовлетворять уравнению 2.11. Это и есть уравнение Беллмана Айзекса. Но вот мы утверждение доказываем, что игра с нулевой суммой имеет место, если ограничение по управлению связано с таким соотношением. Еу должно быть больше, чем Еу. Из такой эмпирики наверное это правильно, но это доказывается и математически. Ну и такая теорема есть, что пусть имеется система, которая описывается соотношением таким-то, где П неотрицательная или полуопределенная по крайней мере матрица и вектор лямбда из РН и мы на решениях системы выполняем такое соотношение, что имеет место игра с нулевой суммой. Ну и тогда наше уравнение Беллмана будет записываться в таком вот виде, в самом внизу. Эта теорема доказывается. Но вот интересно то, что конечно мы определили нашу систему через лямбда, а лямбда это ДВ по ДХ и это ДВ по ДХ решение частных переменных вот этого сложного уравнения Беллмана Айзекса. Не всегда это можно легко найти, а даже надо сказать, что трудно найти такой случай, когда это уравнение легко решить, и поэтому мы предложим здесь в этом разделе предложим алгебраический метод решения. Вот рассмотрим такое вот, рассмотрим простое уравнение, оно функциональное, здесь гамма и мю это вектора, но вот гамма транспонированная на мю это скаляр, и здесь вот здесь второй слагаемый одна, вторая, гамма, П это полуопределенная матрица, положительная, полуопределенная матрица, и А от гамма это скалярная положительная функция. если такое уравнение у нас есть, то мы доказываем некоторую лему, что мы можем найти гамма, то есть разрешить уравнение 3.1 в смысле гаммы, когда гамма будет иметь вид 3.2, где П с плюсиком это псевдообратная матрица, в силу того, что матрица П у нас полуопределенная, ну положительно полуопределенная, но полуопределенная, поэтому П с плюсиком обозначает псевдообратную матрицу, и К это корень квадратный из П, но П полуопределенная, значит и К будет тоже полуопределенная, а вот бета это скалярная величина, она видите здесь одна вторая, здесь внутри скобок это скалярная величина квадратичная, то есть здесь плюс у нас имеет величина с плюсом, вот, но одна вторая там будет плюс, может быть и минус, мы примем за основу плюс, ну нужно принять какую-то, мы примем плюс, и бета у нас будет положительная величина, но она будет одна вторая вот из того, что мы имеем. Ну, теперь скажем, давайте сравним два уравнения, вот первое уравнение это уравнение Беллмана Айзекса, и второе уравнение это логебраическое уравнение, ну по аналогии мы просто назначим гамма через ДВ по ДЭПСИЛУМ, МЮ это функция Ф от Х, и А это ЭПСИЛУМ КОЭПСИЛУМ, то есть это вот то, что у нас имеется из верхнего уравнения, когда вот это уравнение с учетом сделанных замечаний принимает вид 3-4, ну и учитывая то, что мы теперь имеем решение, вот решение, которое записано в виде 3-2 и 3-3, мы получим решение нашей задачи уравнения Айзекса, и вот это решение будет выглядеть следующим образом, гамма будет определена через вот такое выражение, бета будет определено через вот такое выражение, и поэтому наша система вот через гамма, она будет иметь вид вот такой вот, и вводится еще один функционал, но этот функционал полностью эквивалентен исходному функционалу, мы это доказывали для лямбда, но здесь лямбда не что иное, как гамма, но теорема тоже доказывается, она находится внутри там, и тогда управление у нас, управление У и В определяются с отношением 3-7 и 3-8, конечно, очень сложные, но вот система с управлениями, она определяется уравнением 3-9, это тоже доказывается, ну здесь вот есть кроникер, но здесь, в общем, всякая, всячая такая для красоты имеется место, вот есть в том, то что я принес, я расписал это, и там видно, как блочно имеется, а блочность это обеспечивается вот этим, это казалось бы единичной матрицей, но это единичная диагональная матрица, но она содержит в диагонале какие-то единички и какие-то нули, то есть она не полностью единичная матрица, а она вот такая хитрая, но вот она обеспечивает эту блочность такое соотношение, Там, где есть управление, там есть какие-то единички. А там, где нет управления, там не должно быть управление. Там нули стоят. Ну вот, значит, вот такого вот вида у нас получается управление. Здесь у нас все. Ну а теперь все-таки к нашему исходной задаче. Мы имеем вот эту нашу модель. Кондериана. Вот мы полностью записали. Структурная схема имеет вид вот такой вот. Здесь есть и воздействие внешней среды, и вот W имеет место, и управление наше имеет место, а E, G, G, P, это вот внешние условия, которыми у него там имеются. Ну вот теперь эту вот матрицу мы представляем или через алгебру, вернее, ищем решение управления, либо через алгебру, либо через так называемое SDR-E. Это уравнение рекассии с параметрами, зависимыми от состояния. Ну вот здесь вот некоторые про то, что нужно говорить про врачей, и про то, что значит, не должно снижаться меньше, чем на 70 миллиграмм, на деливитр, да. От 70 до 100, это вот он должен повышаться. 180, это уже выше 180, очень плохо. Значит, вот норма где-то от 80 до 130. Вот эта желаемая трубка, в которую мы должны ввести глюкозу, либо если она высокого уровня, то опустить ее в эту зону, либо если она низкая, то надо поднять с помощью сахарного, сахара, видимо, ну сладостей каких-то поднять, ну каких-то лекарственных средств поднять в эту трубку. Ну вот матрица, это F от X, это вот то, что в правой части нашего уравнения нелинейного есть, это представляется такой вот матрицей, которая здесь в скобках находится. Вот теперь решается это через, ну решается задача, получается управление, и больше, конечно, я теперь уделю, какие результаты мы с вами получили. Матрицу R и матрицу PX обеспечиваются вот такими вот формулами. Матрица R, матрица штрафа, функционале качества при U, матрица P, мы видим, вот такой вид имеется, Q матрица единичная, P единичная матрица тоже. Ну вот здесь вот видно, что матрица P от X, она вырожденная, но она такая хитрая, что она квадратная, из нее легко получить квадратную, то есть ее разделить на матрицу K очень легко. То есть она обратимая в каком-то смысле, ну не в прямом смысле, но такая, что можно представить его просто корень из 10 на V и T на V. Вот это некоторая хитрость. Но теперь рассмотрим пример. А пример такой, вот у нас без управления, это красный переходный процесс, красный переходный процесс, и с управлением, которое мы построили с помощью вот этих матриц, это вот переходный процесс синий. Это при высоком уровне глюкозы, 200 там стоит. Если низкий уровень глюкозы, то вот синяя, видите, это с управлением, она выходит в уровень туда, куда нам нужно, а красная идет, мы не знаем, где она становится даже. Это без управления. Ну а теперь, если учесть вот это слагаемое, которое называется слагаемое Кандериана, мы про нее говорили, про слагаемое R, это алгебраическое уравнение, но там стоит E, это натуральное, стоит в степени минус. Вот переходный процесс такие, что-то у нас произошло здесь, а произошло следующее, был у нас низкий уровень, 80, и он поднялся и установился. Это процесс с управлением, опять синее управление, и без управления, он принимает какое-то значение, но значительно хуже, чем должно быть. Наше управление, они входят только в две строки, мы видели в матрице, матрицу P, там матрица P, она такая, вот-вот, матрица P, только 2, 2 у нас, 10, W, V в квадрате, в квадрате, и 9, V в квадрате, поэтому только эти две строчки рассматриваем мы, при построении управления, вот эти две строчки, вот это управление справлюсь с бетой, бета это вот там, где стоит кроникер, и стоит бета, ну и алгебраический метод, и вот алгебраический метод, что нам делает, опять без управления, и с управлением, голубая, голубой переходный процесс, это от высокого уровня глюкозы, и от низкого уровня глюкозы, там вот 60, мы устанавливаемся, синие устанавливается, куда нужно, то есть мы попадаем в трубку, и красное, это без управления, ну и теперь с питанием, то же самое, имеется переходный процесс, такой и той, мы учли здесь, вот слагаемое, кондотериана, переходные процессы, вот такие, красное, это без управления, синие с управлением, но теперь интересно сравнить, чем же отличаются, первый подход и второй, если бы первый подход был оптимальный, и второй оптимальный, функционал один и тот же, то переходные процессы были бы одинаковые, а у нас они получаются, они получаются разными, значит какой-то из них не оптимальный, а какой не оптимальный, алгебраический метод дал нам решение оптимальное, мы нигде не приближенно, ни что не делали, а вот SDR-E, это State Dependent Recate Equation, это уравнение решить невозможно, вот в нашем случае, это уравнение рекати с параметрами, зависящими от состояния, то есть это матрица S от X, а X это решение уравнения, то есть решить его невозможно, как же мы решили это уравнение, мы посмотрели на переменную W, она принадлежит ограничениям такое-то, ограничение E, W, и мы выбрали самое плохое, то есть когда V равняется этому вот эпсел, вот этому наименее благоприятную ситуацию, и вот для наименее благоприятной ситуации мы решили уравнение рекати, но это рекати с постоянными параметрами, а его можно решить или с помощью MATLAB, там есть стандартная программа, или с помощью Python, там тоже есть стандартная программа решения уравнения, то есть мы получили приближенное решение, но оно хорошо чем? Оно гарантирующее, мы гарантируем, если наша внешняя ситуация и его плохое поведение будет не хуже, чем E, W, тогда мы справимся с этой ситуацией, мы будем его лечить, и будут переходные процессы такие, которые я показал, но конечно эти переходные процессы будут отличаться оптимального от оптимального, красное, а красное решение оптимальное.